друзья всем привет из прекрасной белоруссии мы сегодня находимся в городе минск и прибыли сюда для того чтобы расширить свой и ваш кругозор и познакомиться с автомобилями которых еще не было на моем канале сегодня друзья сразу несколько интересных европейских автомобилей которые по моему мнению выгодно и есть смысл привезти из европы на сегодняшний день и вот эти машины давайте начнем с фордиков их здесь сразу три это ребята ford tourneo connect и они бывают разные они бывают короткие как вот эти вот два они бывают длинные они бывают пятиместные и они бывают семиместные эти форды с дизельными двигателями объемом 1 и 5 литра они как правило с механическими коробками но по крайней мере такого плана вот видите их возят ребята и конкретно эта белая машина стоит 12 тысяч 900 долларов извините пожалуйста сегодня все цены будут в долларах потому что я буду ориентироваться на сайт ребят которые продают эти автомобили а у них белоруссии до сих пор принято все продавать в долларах и покупать долларах пробег этого автомобиля кстати прошу сразу слабонервных отойти от экрана монитора пробеги сегодня будут все немаленькие но они все будут честные всего-навсего 153 тысячи километров эта машина 2016 года смотрите какая удобная дверь очень удобная посадка и сейчас начинается сезон отпусков многие из вас поедут на юг поедут в крым поедут к бабушкам дедушкам и вы знаете вполне вполне себе такой очень интересный вариант с огромным багажником повторюсь что эти машины также бывают в 7 местном исполнении конечно эта машина с таким скажем относительно сомнительным комфортом потому что все таки минивэн и класса space или c4 гран пикассо они будут более комфортные все-таки этот коммерческий транспорт здесь более плохая шумоизоляция может не так классно и комфортно будет пассажирам и водителям на трассе но все же эти машины подкупают своей стоимостью и подкупают объемом объемом багажника смотрите это заводское исполнение такие ящики делает немецкая фирма в германии обратите внимание на длину этих ящиков шикарно они могут вот так вот вам сделать по 2 в ряд могут по одному глубокому в общем интересно все это дело и если опять же на фирму рассматривать покупку подобного автомобиля можно сразу с такими ящиками в германии подобрать можно вообще весь этот ряд заставить ящиками вот обратите внимание чем отличается длинная машина от короткой или короткой скажем так а длинную повторюсь они бывают семиместные то что вы так любите у всех этих автомобилей независимо от количества сидений всегда будет сдвижная дверь и опять же это очень удобная посадка эта машина черного цвета тоже 2016 года выпуска у нее пробег чуть побольше 172 тысячи километров и она стоит 15 тысяч четыреста пятьдесят долларов а вы знаете вот даже подобные варианты покупают наши перегонщики перекупщики то есть они в том числе покупают машины в белоруссии и подобного плана вариант может оказаться в россии с пробегом уже 50 тысяч километров поэтому будьте бдительны не дайте пожалуйста себя обмануть компанию ford также коснулась общая глобализация и независимо от того в какой модели вы находитесь фокус это там улице макс органы управления стрелки дисплей будут примерно все одинаковые опять же независимо от модели эти тут данные автомобиль даже с климат-контролем на мой взгляд очень интересная машина а по объему салона по пространству здесь вот над головой здесь ребята даже панорамная крыша есть попробуем ее открыть ford да казалось бы коммерческий турнео connect панорамное остекление климат-контроль круиз-контроль лобовое стекло с обогревом большой здесь радар значит наверняка машина контролирует либо полосы либо может быть вообще у нее активный дистроник есть в общем блин шикарный вариант но пробег пробег имейте ввиду будьте бдительны пожалуйста не дайте себя обмануть а идем дальше хватит это это всего лишь ford это всего лишь ford турнео был сейчас дальше будет интереснее это всего лишь ford чуть и все снимаешь что тут ходишь снимаешь делом займись снимает все ходит ребята идем дальше еще один ford это ford edge он в исполнении титаниум и он двухлитровым дизельным мотором и он опять же сейчас слабонервный уходить от экрана он с механической коробкой передач пробег этой машины всего 138 тысяч километров обращаем внимание на состояние то что я так люблю читаем сколы песчинки смотрим на состояние фар на пескоструй на все 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 обращаем внимание и пойдемте посмотрим что вы получите если вдруг решите купить ford edge эта машина стоит двадцать пять тысяч шестьсот пятьдесят долларов эта машина 2017 года здесь уже такой более современный дизайн опять же если рассматривать например galaxy или s max 17 года все будет примерно такое же здесь у наша машина заводится с кнопки здесь у нас большой такой экран мультимедии ребят ну наверное самое главное это 2 литра и механика вы скажете кому она нужна но вот европейцам механика точно нужна и видите ребята в белоруссии не боятся эти машины возить из европы они считают что и здесь эти машины тоже кому-то нужны обогрев рулевого колеса контроль полос движения клима обогрев также лобового блин все есть все что хочешь состояние блин руль такой бодренький сиди здесь я честно говоря первый раз нахожусь вообще в модели ford edge смотрите сейчас сажусь сам за собой место здесь очень много здесь место больше чем в любом минивэне про которые я рассказываю причем есть регулировка наклона спинки были я сейчас знаете таким боссом чувствую такой удобный диван то о чем я давно не мог сказать рассказывая про и спас и c4 и остальные машины реально удобный диван знаете вернусь домой обязательно первым делом зайду на мобили и посмотрю сколько стоят эти машины каких у них какие у них еще есть моторы и может быть даже есть смысл что-то привести на продажу но я знаю что вы любите конечно же с автоматом и будем подстраиваться под ваши запросы надо еще на багажник показать блин машина шикарная смотри белая кожа такой салон понятно что с большой вероятностью это дермантин но все равно а сохранность понятно что все под химчистенная помытая но приятно приятный автомобиль мне понравился будет вполне себе такой даже европейский наверное дизайн можно сказать но а фарко при этом смешон смешон так откроем крышку багажника камера заднего вида электропривод с большой вероятностью еще и так ее можно открывать закрывать и нас наверное интересует в первую очередь наличие запасного ледокатки она здесь есть посмотрите это будет огромный плюс и что-то мне подсказывает что эта машина из франции из франции номерные знаки таблицы слушайте огромный багажник неплохой конечно по высоте если сравнивать с фордом турнео connect который стоит рядом здесь вот этой вот высоты и объема пространства не будет но нужно ли она такого плана автомобиля ребят еще один интересный автомобиль который я считаю однозначно заслуживает вашего мнения и не уходите пожалуйста далеко я знаю постоянный вопрос а если ровный полно практически ровный то есть он ровный но на взлет пошел на взлет были на толщина вот этих вот электростойка впечатляет причем такое ощущение что левая стойка толще правой точно тоже первый раз такое вижу реально толще я чувствую что она толще ты чувствуешь а я чувствую я не только вижу я еще и чувствую ты чуть вообще чувствуешь ты чё ты чувствуешь ты ничего не чувствуешь а я наш с электроприводом сейчас я тоже почувствую у машины кстати еще есть функция без ключевого доступа об этом говорят зазубрины на ручке причем например у бмв у третьей серии вы комфортный доступ работает только на передних дверях водителей пассажира а у ford edge на четырех дверях а вы говорите бмв идем дальше и сейчас будет для многих из вас просто открытие америки сейчас для многих из вас будут сломлены просто все стереотипы ребят за моей спиной mazda за моей спиной уже перед моим животом mazda 6 она в кузове седан но эта машина привезена ребята из европы эта машина с дизельным двигателем эта машина с механической коробкой передач эта машина с реальным пробегом 175 тысяч километров и она 2016 года выпуска и по мнению ребят которые привезли этот автомобиль она тоже имеет право на жизнь и по их мнению на эти автомобили тоже есть спрос опять обратите внимание европейцы сразу фаркоп такой даже более сильный чем у эджа электропривода нет но багажник как будет у дилерской машины здесь ничего в принципе интересного нет но самое главное это под капотом это 2 и 2 и это вместе с механикой где и когда вы еще такое увидите дизельный 2 и 2 под капотом mazda шестерки да никогда никогда вы такое нигде не увидите зависит насколько все-таки европейский рынок отличаются от нашу да все помыто все чистое все блестит но это честные это честные сто семьдесят пять тысяч восемьсот девяносто восемь километров и это 16 тысяч девятьсот пятьдесят долларов давайте просто обратим внимание на состояние этого автомобиля на данном пробеге смотрим на фары смотрим на капот смотрим на элементы интерьера считается что у японских автомобилей слабая кожа слабый пластик все это дело достаточно быстро затирается разрывается возможно это и так но не на немецких машинах но не при немецкой эксплуатации смотрите левая поддержка она замята но ни в коем случае не порвана центральная часть приближена ну к идеалу действовать и не смотреть элемента затертости есть присутствует левая боковая поддержка чуть-чуть потерто 175 тысяч дают да все знать и роль вот видно что человек ездил видимо с кольцом по моему предположению здесь был водитель у которого было кольцо на одном из пальцев а может быть даже не одно кольцо и селектор переключения передач вот прям явненько выдает что здесь пробег все таки и есть недобросовестные продавцы перегончики с легкостью я думаю смогут поменять эту рукоятку и тем самым легко вас обмануть пробегом потому что делается это элементарно я думаю что стоит она совершенно небольших денег и они будут только рады ее поменять и вас соответственно обмануть и вести в заблуждение но еще конечно же посмотрим на педальки потому что это вы тоже очень любите я считаю что на это тоже нужно обращать внимание ребят мне очень интересно ваше мнение вот по данному вопросу автомобили с подобной философии mazda шестерка то есть это японская машина с дизельным мотором достаточно больше объемным с механикой в хорошей комплектации здесь аудиосистема босс здесь кресло с памятью такая перфорированная отделка в общем ну комплектация хорошего машины и за указанный бюджет имеет вообще она право на жизнь у нас или такая машина никому не нужно как вы думаете а то может быть мне собраться и на продажу что-то подобное привести обязательно что-то напишите по этому поводу в комментариях мне очень важно знать ваше мнение а мы идем дальше ну а теперь переходим к самому вкусному мы переходим к настоящим немецким автомобилем за моей спиной ребята шестерка бмв это гран туризма эта машина в м-пакете и эта машина с трехлитровым дизельным мотором пробег у машины 132 тысячи и эта машина 2017 года ее стоимость опять же извиняюсь за то что говорю ее в долларах 49 тысяч восемьсот пятьдесят долларов давайте посмотрим что вы получите если вдруг вы решите потратить 50 тысяч долларов на машину привезенные из европы например если вы решите купить шестерку бмв есть такой интересный момент на который я хотел бы обратить ваше внимание смотрите эта машина в поколении g правильно я говорю любитель бмв правильно до этого было поколение f и машины поколение и все были с двумя ключами они были с обычными ключами и соответственно их всегда было два обращаю ваше внимание на это когда появлю появились джишки то ключей стало три и опять же три ключа идет тогда когда идет такой вот опционный ключ у которого есть дисплейчик такой мониторчик как угодно это называете у которого есть соответственно при наличии этого ключа есть дополнительную опцию автомобиля тогда идет три ключа то есть один модный ключ и два обычных как это было раньше потому что сейчас часто меня стали спрашивать люди когда например речь идет об эвки блин денис а почему два ключа должно быть три нет ребята не путайте это уевки было два а у джишки бывает три когда идет такой вот дополнительный модный ключ когда есть какие-то дорогие опции и посмотрим что это дорогие опции ребят камеры соответственно кругового обзора также закрываются шторки которые помогают но в первую очередь быстрее прогреться двигателю а во вторых несут какую-то защитную функцию также мы обращаем с вами внимание на пескоструй то что мы с вами так очень любим мы любим следить с вами за состоянием нам это очень нравится и мы с вами конечно же посмотрим на европейские радиаторы а в данном случае на интеркуллер который но по сути новый не могу сказать менялся не менялся в 130 тысяч и он как новый опять же повторюсь м спорт пакет бмв адаптив лет панорамная крыша у этого автомобиля безрамочное остекление но это принципе у любой шестерки будет доводчик без доводчик без доводчик ну-ка комфорт и комфорт конечно есть как же без ребята комфорта при этом комфортные сиденья красота есть такая вот отделочка как ее правильно назвать то сейчас мы эту машину заведем я предлагаю оператору сесть за руль чтобы он прям как от первого лица показал приборную панель органа управления когда еще ребят у вас будет возможность посидеть в европейской шестерке давай садись и прямо от первого лица покажи нашей аудитории пусть они как бы проникнут вместе с нами получат кайф а от настоящего автомобиля приборка альпина но это не штатное оснащение ни в коем случае это перепрошитое насколько я понимаю и в базе идет совершенно другая приборку этого автомобиля давай-ка мы запустим ее как мягенько работает трехлитровый мотор а здесь моторы уже b-серии да то есть до этого был n47 здесь мотор уже b-серии будет стоять он еще более технологичный он еще более тяговитый он еще более экологичный там и так далее вот эта кнопочка как в машинах бмв ай я на них на первых это увидел она помогает вам распознать пешеходов экстренно затормозить если какое-то препятствие появляется в общем классная функция от бмв адаптивный круиз который управляется на левой спице опять же здесь кстати есть получается также контроль полос движения насколько я понимаю но на стоячей машине мы его к сожалению активировать не сможем мы сейчас с вами посмотрим как выглядит навигационная система она не сильно будет отличаться от автомобиля того же самого 3 серии в вкусы такая же до мультимедиа и у данного автомобиля есть функция connect drive то есть можно через мобильное приложение этой машины управлять покупать различные сервисы обратим внимание что средний расход показывает 12 9 но достаточно большой да но очень маленькая но он очень что что да это так работает любые деньги за эту опцию давай предыдущий трек я думаю простите я воткнусь но к сожалению этой функции нельзя сносить любой автомобиль бмв но если бы можно было бы я себе бы в копейку это вставил за любые деньги потому что вот так вот пальцем настраивать громкость это моя мечта я чувствую себя просто повелителем технологии в этот момент это так классно продолжим у этого автомобиля также бывает сенсорный климат контроль здесь он не сенсорный у этих машин также бывает функция подруливания задней оси задних колес и опять же внимательно мы посмотрим на рулевое колесо на износ сидушки в деталях и на износ педали выходить с бмв конечно не хочется приятная машина с черным потолком с панорамой в общем такой чудесный прекрасный солнечный день в белоруссии заказывайте автомобили из европы все-таки она того стоит как бы не ругали автомобили бы в этом что они ненадежны что они дорогие в обслуживании но эта шестерка бмв такой имиджевый хэтчбэк гран туризма как хочешь его назови как ты его хочешь назвать лифтбэк такой стильный дорогой лифтбэк но блин опять же задний диван мега удобный вот блин он реально удобный то есть вот здесь может быть несколько коротковато вот эта вот подушка на которой я сижу но в целом опять же он будет удобнее чем в c4 гран пикассо там в сценики c4 четвертого поколения он реально будет удобней и те машины сделаны для больших семей они внесут философию большого семейного комфортного минивэна поездка с семьей там на дальнее расстояние куча багажа но при этом имиджевая тачка имиджевая да это другая ценовая стоимость но это имидж это понты это мощный мотор это драйв от управления эта машина автомобили бмв они всегда сделаны для водителя неважно в какой модели вы находитесь 1 в 3 в 7 в x 5 7 управляя любой моделью бмв всегда получаете драйв и удовольствие даже семерка бмв она драйвовая она классная она будет рулиться она будет дарить вам эмоции и при этом они умеют делать задний комфортный диван который по комфорту будет лучше перечисленных мной семейных минивэнов но как так вот как можно не любить бмв как можно не любить бмв здесь все идеально все идеально из еще сюда изучить что еще здесь трех литровый дизель ребят все идеально я отсюда выходить не буду все давайте еще посмотрим на багажник может быть есть смысл аудитории этого канала пересадить семейных французских минивэнов на премиальный автомобиль бмв да здесь всего 50 тысяч долларов а там до 20 по 1 ценовая категория да совершенно верно совершенно верно да возможно после открытия багажника мне придется при пересмотреть свою философию и полюбить еще и лифтбеки так кстати да я уже люблю лифтбеки зачем это я вообще говорю на багажниках открываться не хочет просто я колхозник были на звените как бы мне еще учиться и управляться таким автомобилем ребят ну и почему нет и почему нет и почему нет по моему он только да просто он большой он огромный опять же давай сравним с октаве это будет плохое сравнение но всегда надо чем-то сравнивать по глубине он меньше меньше но по ширине он вполне себе на уровне октаве сейчас мы заглянем в нишу где мы не увидим ничего мы здесь не увидим ничего никакого запасного колеса вот это гламур смотри полка ниши со своим амортизатором это гламур и мы сейчас сложим задний ряд чпык ох как его придерживает видел это об его придерживает он не плюхается как в французском автомобиле его придерживать чтобы он аккуратненько ложился и такую кнопку я где-то недавно показывал в каком-то видеоролике только там надо было открывать боковую обшивку там снимать и и и и и и и он также гламурно не спеша вылазит он такой стильный блин смотрите вот стоит 1 2 3 машина с фаркопом 4 там без фаркопа да а еще один без фаркопа и вон далее дальний стоит турнео с фаркопом блин больше 50 процентов автомобиля привезенных из европы имеют фаркопы кстати сколько тут было 1180 и 180 было 170 это ребята машины из европы это вам не дилерские шашлайки это не машины которые 80 тысяч проехали по москве и уже отжаты и все чадят трубы грязные игр и рассаживаю все забито катализаторы уже вырезать надо это машины из германии которые при проге беги 170 тысяч 180 имеют чистые трубы блин мне тачку очень понравилось что а еще что ровный пол ровный пол смотри ты уже научился работая сколько ты работаешь 4 ролика и ты уже знаешь что любит аудитория про что надо говорить и ты правильно расставляешь акценты и ты правильно меня поправляешь и володя молодец ты быстро учишься ой блин классная машина давайте посмотрим по кросс курсу не нужно в режиме реального времени понять сколько 50 тысяч долларов сколько это в евро в евро 50 тысяч долларов сегодня это 41 тысяча евро всего сорок одна тысяча но по сути эта машина на 10 тысяч евро дороже тройки бмв 335 нашпигованной на фаршированный всего на 10000 другой стороны 10000 это практически миллион рублей и за миллион рублей Можно купить еще машину Запросто, за миллион рублей вы купите машину Без проблем, может быть не за границу На нашем рынке точно купите И здесь наверное есть смысл подумать Вот может быть да, может быть следующее Будет вот подобного плана Машина конечно огонек Ну а теперь Ну а теперь Я предлагаю перейти еще К более вкусному, еще к более Интересному и перейти К горячему пирожку, как говорят Ребята, которые возят эти машины По их мнению Не показывай пока, не показывай По их мнению Машина, которая находится за моей спиной Считается именно такой Они их продают очень много По этим машинам очень много интересуются из России И они Стараются, и такие машины всегда держать В наличии Это, это ребята Пятерка в BMW в кузове Туринг Это машина в кузове Универсал И здесь вы, пожалуйста, не пугайтесь Сейчас вы увидите много-много точечек, тычков Дефектов, ребят Вот классный пример И очень классно, когда люди работают честно Когда они ничего не боятся Они готовы все в открытую показывать Эта машина куплена на аукционе Эта машина куплена После повреждения града Подобного плана автомобиля на аукционах Стоит примерно на 5, 6, 4 тысячи евро ниже Чем подобные, но целые Чем хороша именно эта машина? У нее реальный пробег До 60 тысяч километров Эта машина из Германии С реальным пробегом 60 тысяч километров И чтобы купить ее И иметь какую-то более-менее рыночную стоимость Конкурентную с аналогичными экземплярами Которых там будет пробег 150 и больше Нужно ее купить с дисконтом А чтобы получить дисконт То должны быть какие-то дефекты Чудес, ребята, не бывает Давайте в деталях посмотрим Что с этим автомобилем Он был весь поврежден Так же, как капот и крыша Но на текущий момент Борты, а это крылья, двери Уже сделаны И на них, в принципе, дефекта нет То есть у вас есть возможность посмотреть До и после И открою вам небольшой секрет Все эти дефекты на этих поверхностях Убраны без покраски То есть эту машину никто не красил Эй, смотрите Видите следы от присосочек? Сейчас их очень хорошо видно То есть их вытягивали Технологии ПДР Эту машину, повторюсь, никто не красил Это огромный плюс То есть ее сделают в идеал И она останется в заводской краске То, что вы так любите И вы с большим удовольствием, я думаю Приобретете подобный лот С таким маленьким пробегом И пользуясь случаем Я предлагаю все-таки поближе познакомиться С пятеркой универсалом Данная машина в исполнении спорт О чем есть шильдик на корме И данная машина в неплохой комплектации Наверное, самое главное Это то, что у нее есть комфортные сидения И если вдруг вы решите покупать BMW Ребята, если будет возможность Выбирайте именно с комфортными сидениями Это самые удобные сидения у BMW Возможно, это даже самые удобные сидения Из всех производителей автомобилей Здесь у нас сидушки с такой вот строчкой Это опять же опция И чего ни коснись Все является доп-оснащением То есть у них идет, допустим, в базе Обычная музыка За деньги Hi-Fi За доп-деньги Harman Kardon Там и так далее Сейчас будет это опять же классным примером Вот я топлю за тачки из Европы Я вам постоянно говорю Там пробег, состояние Вот смотрите У машины пробег 59 тысяч километров Ребята утверждают, что он здесь реальный Я склонен им верить Допустим, что это так Но обратите внимание на состояние водительского сидения Ребят Оно хуже, чем у машин с пробегом Там 120-150, которые я вам показывал до этого Посмотрите на него Блин, здесь реально есть к чему придраться Оно такое, знаете, просиженное Левая поддержка подмятая У нее есть следы износа И самое интересное Если продолжить аккуратную эксплуатацию Да, на этом автомобиле То он сохранится так же там И на 120, и на 150 И вот получается, что нет смысла-то особо Да, 60 тысяч износ есть И 120-150 износ как бы такой же Обратите на это внимание И подпишитесь, пожалуйста, по этому поводу в комментах В принципе, из дорогих опций Здесь особо ничего нету Здесь, наверное, нет этой штуки Вы знаете, я себе лично Вот сейчас поставлю на заметку Поставлю себе в список задач Что один из следующих автомобилей Который будет привезен на продажу Это будет пятерка BMW Все-таки надо вас приучать хорошему Надо вам привозить и показывать эти автомобили Не пугайтесь Нет, здесь местом, в принципе, все нормально Конечно, здесь должно быть нормально сейчас Если я смогу Не пугайтесь этому Просто переднее сидение сдвинуто было максимально назад И по факту с местом здесь все в порядке Блин, и опять же, какой удобный диван, а Это просто универсал Это просто большой туринг С просто удобным диваном Причем задний диван Он не какой-то там опциональный Суперкомфортный Там за дополнительные деньги Нет, это штатное оснащение Из опций У него только отделка кожей Вот эта вот модная строчка А все остальное штатное Подлокотник Штатный Подстаканники Такие вот модные Штатные По сути, да, вот Хороший пример того Когда вы хотите Машину, например Пятерку универсал Или какого-то баварца Вы не хотите переплачивать И вот здесь нет Излишка дорогих опций Здесь просто панорама Здесь просто комфортные сидения Опциональные Здесь адаптивный круиз-контроль Насколько я вижу Навигация и все И хороший свет фар По сути, больше ничего не нужно То есть покупаю И получаю удовольствие И, что немаловажно Здесь огромнейший багажник Который будет больше, чем в третьей серии При этом стеклышко, конечно, открывается Куда же без стеклышка Стеклышко обязательно открывается Когда вы открываете заднее стеклышко Обязательно съедет шторочка Бабабабабабам Бабаба Бабабабам Бабабабам Бабабам Сделаем вид, что мы это не заметили И, к огромному сожалению, опять же Не будет ни запасного колеса Ни докатки К огромному сожалению Опять гламурный Такой вот амортизатор Которого нет в третьей серии Причем ниша такая же Причем очень тупо расположена Он в шестерке установлена Сбоку, да И мешает погрузке Да, совершенно верно, сохраняет место Здесь он место сжирает И еще одна ниша Блин, классный багажник Классная машина, классный функционал Ребята, это машины из Европы Это немцы из Европы Это то, к чему вам надо стремиться И огромный, опять же, респект ребятам За их честность, за их открытость И за то, что они разрешили нам поснимать эти автомобили И за то, что они разрешили нам честно рассказать про эти автомобили Кто они в каком состоянии находятся С каким пробегом они приезжают Как они продаются И так далее, и тому подобное Друзья, на сегодня у меня все И главный вывод, который можно и следует сделать из этого видео Это, ребят, пожалуйста, будьте бдительны Не дайте от себя обмануть Не верьте в чудеса Не верьте сказочникам Не верьте помогаем, перепродавцам Верьте только самим себе И запомните, что, в принципе, любую информацию Ее можно проверить, перепроверить, узнать Не ведитесь на сладкие цены И сохраняйте разум Повторюсь Самое главное Не дайте себя обмануть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok